Дорогие друзья, здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Светлана. И сегодня парфюмерная тема, как я и обещала вам. Продолжаем разговор об синих ароматах, которые есть в моей коллекции, которые я отобрала именно на осень. Осень прохладную, осень солнечную, осень туманную и серую. В общем, новый парфюм моей коллекции для осени. И это Роберто Кавалли. Роберто Кавалли. Потрясающий абсолютно парфюм. Давайте посмотрим. Флакон красивый, богатый. Внутреннее содержание абсолютно соответствует внешней форме. Крышка на флаконе металлическая, достаточно тяжелая. И по основанию крышки проходит логотип Роберто Кавалли и эмблема его дома. Очень красивый флакон и очень красивый парфюм. Заказала его, потому что несколько подписчиц в комментариях к какому-то из моих обзоров написали, как вы относитесь к Роберто Кавалли. Я написала, что не отношусь никак, потому что этого парфюма у меня не было. И поскольку на рандеву были очень серьезные скидки, и плюс ко всему у меня есть промокод, который дает скидку на 10%, то я заказала этот парфюм. Когда я его услышала, я была в восторге. Действительно, очень красивый, восточный, достаточно насыщенный терпкий, со специями. Вот то, что я люблю. И на осеннюю погоду это самое то, что нужно. Потому что за вами пойдут дамы и будут спрашивать, что за парфюм у вас. Это точно. И те, кто имеет его в своем парфюмерном гардеробе, наверняка это знают. Этот парфюм создан был в 2012 году. Парфюмер Луиза Тернер. Луиза Тернер, ну, что сказать, очень достойный. Хотя пирамида у него очень скромная. Итак, в верхних нотах розовый перец, в средних нотах африканский апельсиновый цвет. И в базе ваниль, бензоин и бобы тонко. Но получился потрясающий, непритерный, но сладкий, пудрово-бальзамический такой аромат. Который, ну, можно я так скажу, он просто сводит с ума. Он, наверное, направление у него, как вот я уже в прошлом видео рассказывала, Лезе Миллион, может быть, поэм от Ланком. Вот, когда слышится медовость, приятная, тёплая, он такой обволакивающий, но в то же время, вернее, и в то же время, это, конечно, Восток. Очень нежный намёк на Восток, но эта нота вот здесь есть. Я обожаю, на самом деле, Норали. И поскольку здесь вот есть африканский апельсиновый цвет, а Норали это и есть цвет апельсина, просто потрясает. Он такой интеллигентный. Несмотря на свою такую терпкость, он в то же время, не могу сказать, что вот прям какой-то броский, навязчивый, нет. Он достаточно спокойный, он богатый, он объёмный, он сложный. Я была поражена, когда прочитала «Пирамиду». Ну, как же так? И потом вспомнила, что у Кензо есть серия «Пауэр», так там вообще тоже три ноты всего. И получаются удивительные ароматы. Вот что значит работает химия. Я скажу, что я не понимаю вот этого выражения, когда многие женщины говорят «Ой, химозит». Не понимаю, что есть химия, но не понимаю, как это химозит. Для меня вот если аромат, то это аромат. Мне кажется, что здесь сладость и небольшая такая горчинка, как от миндаля. Ну вот мне так кажется, мне очень нравится миндальный аромат. И я совсем недавно рассказывала про вот манталь, аромат, где миндаль просто вот живой-живой. Мухалат вспомнила. Вот здесь совсем чуть-чуть миндаля. В общем, Луиза Тёрнер молодец. Спасибо ей большое. Ну и поскольку уже 11 лет этому парфюму, он продается до настоящего времени, активно покупается, значит, он того достоин. Вот такой замечательный парфюм появился в моей коллекции. Роберто Кавалли от Роберто Кавалли. И одна из подписчиков мне написала, что вы показали Роберто Кавалли, он у меня есть, а внутри бирюзовая коробочка. Да, это так, абсолютно точно, мы с вами совпали. Те, кто захотят приобрести этот парфюм, пожалуйста, я всегда оставляю под видео ссылки. Очень часто, кстати, присылают мне вопрос, а где можно купить этот парфюм. Вот можно приобрести на рандеву. Тем более сейчас серьёзные скидки осенние. И впереди, по-моему, 9 ноября будет Чёрная пятница. Чёрная пятница. Будут огромные скидки. Так что, ещё раз, Роберто Кавалли, красавчик, восточный, сладковатый, даже медовый, я бы сказала. Но именно уравновешенный как бы миндалём и перчинка придаёт такой остроты. Вот что я хотела рассказать об этом парфюме. А следующий парфюм, сейчас секунду вскрою, но это от Ливантика я приобрела. И это эсцентрик молекула плюс ирис, молекула 0,1. Так, плюс ирис. Рассказываю, почему. У меня есть молекула 0,1 эсцентрик. Люблю, ещё раз повторюсь, обожаю... О, боже мой, вот сломала сама себе. Обожаю этот парфюм. Да, ну, после этого, конечно, вот так сделаю. Чарующий. Молекула 0,1 эсцентрик состоит всего лишь из одной молекулы. Молекула называется изоэ-супер. До 2005 года в мире никто не мог даже предположить, что ингредиенты искусственного происхождения могут обрести такую популярность. И вот немецкий парфюмер Геза Шоэн изобрёл вот этот парфюм, состоящий из одной молекулы. Прозрачный, свежий. Этот парфюм как олицетворение такой чистоты. Я услышала его, ко мне приезжала родственница. Я говорю, что за парфюм? Она мне показывает. Я говорю, а что, крышечки-то нет? А она говорит, нет, вот так продаётся. Думаю, ну, ясно. Купила, наверное, подделку. Заказываю этот парфюм. Мне привозят, и действительно, никакой крышечки нет. Ну, ладно. Когда попробовала, первым, конечно, оценил это мой муж. Он сказал, что это за волшебство такое. Он вообще очень был утончённым в смысле восприятия ароматов. И у него всегда находились какие-то ассоциации. И вот тогда он сказал, слушай, это как будто после дождя. Я это запомнила и всё пыталась понять, почему он так сказал. И на самом деле, спустя некоторое время, после того, как вы надеваете его на себя, он начинает трансформироваться. И он становится таким прозрачным. И я сегодня даже, когда доставала этот флакон, вспомнила из романса, да, осень, прозрачное утро, солнце как будто в тумане. Вот если идти в этом парфюме, точно это так и будет. Итак, эту молекулу изои-1 супер, 2021 год. Ну, я вам, конечно, сказала неправду. Это 2021 год. Вот этот плюс ирис. Молекула 0,1 плюс ирис. То есть состоит из двух компонентов. Молекулы изои-супер и ириса. Это вообще что-то невероятное. Те, у кого был ирис от Прада, вот очень похож. Но здесь он такой настоящий, что я когда его... Почему взяла? Просто для пробы. Думаю, интересно, может как бы с Прада походить или нет. Этот, мне кажется, еще лучше. За счет того, что здесь молекула поддерживает его. И здесь такой ирис не совсем в пудру уходит, но легкая пудровость, конечно, здесь есть. Обволакивающий. Некоторые парфюмы, ну вот и у Прада, когда наносишь на себя, появляется какая-то пылинка. Здесь, как мне показалось, этой пылинки нет. Сейчас, девочки, найду. О, Боже. Ой, какой красивый ирис. Так вот, 2021 год создал эту молекулу плюс ирис. И я себе написала чистый, прозрачный, утонченный, негромкий, прохладный. В общем, мне кажется, что от момента, когда вы его нанесли и когда вы почувствовали ирис, настоящий ирис, где-то часа через полтора-два от него остается легкая такая дымка, пудровая, такая очаровательная. Ну, просто очень понравился мне этот парфюм. Есть здесь какая-то... Вот мне не нравится это слово, но я скажу, вот древесина, что ли, либо это от корня ириса. Вот такой влажноватый аромат. Видимо, вот он и создает вот эту чистоту и прозрачность. Очень красивый... Ох, как долго я сегодня... Очень красивый парфюм. Положила себе его в корзину. Думаю, что он у меня появится в полноразмерном флаконе. Это рандеву. Вот так выглядит. Можно, конечно, приобрести... Там есть от Левант 8 мл, но нет, хочу, потому что вот обожаю эту молекулу, но и с ирисом просто будет замечательно. И стоит, конечно, гораздо дешевле, нежели Прада. Что я хотела сказать? Вот. Я была уверена, что это немецкий бренд, потому что Геза Шоен, он немец. Оказалось, что это британский бренд. И, видимо, это связано с тем, что когда Геза решил уйти из своей компании, в которой он работал, и стать, так сказать, вольным парфюмером, видимо, он вот и создал компанию в Британии. Посмотрела здесь издание. 50 – это Англия. А что еще хотела сказать? Ну, вроде все, вот все, что написала себе, все сказала. Спасибо большое, что вы были со мной. В следующем видео еще один новый парфюм сногсшибательный, с огромной историей, но у меня он появился только что. Я желаю всем здоровья, мира, покоя и радости, несмотря ни на что. Пусть осень будет украшена приятными ароматами, красивыми падающими желтыми листьями и замечательными парфюмами. Хотя сегодня у нас уже выпал снег. Но ничего. шарфики, платочки, пальто, брошечка и парфюм. И будет нам счастье и радость. Всего доброго. С уважением. Ваша Светлана. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok